Видновский лесопарк – любимое место отдыха многих поколений горожан. Профессиональные спортсмены и просто поклонники здорового образа жизни с интересом наблюдают за реализацией комплексного благоустройства территории. Некоторые даже выдвигают свои предложения по более рациональному использованию пространства. Каратисты тренируются, выжники, баскетболисты. То есть какой-то комплекс такой вот наподобие турников, это-то вот будет. Встреча главы муниципалитета с жителями и членами общественного совета по развитию парков прошла непосредственно на месте реализации губернаторского проекта. Перед началом конструктивного диалога участники осмотрели ход строительства лыжероллерной трассы протяженностью 3 километра. Спасмены хотят твердое покрытие в виде асфальта, но, к сожалению, законодательство лесопарк категорично в этом вопросе. И, к сожалению, самое подходящее покрытие является прессованная крошка. Поэтому я думаю, что те люди, которые любят велосипед в летний период покататься, здесь будут получать максимум удовольствия. А лыжники зимой под слоем присовывания снега будут, опять же, с наилучшими эмоциями отсюда выходить. Жители приняли активное участие в обсуждении реализации программы. Особо горожан заботило размещение объектов дополнительной инфраструктуры. По словам главы муниципалитета, все шаги, будь то строительство парковки или детской площадки, будут решаться в тесном контакте с жителями. По первому этапу трасса 3 километра, здание основное, где, возможно, там свободная планировка абсолютно, здесь опять как решат жители. Можно кафе, раздевалку, прокат и так далее. Соответственно, детская площадка, правильно, там, в той стороне, детская площадка и игровая взамен вот этих старых турников, соответственно, игровая также площадка. Сейчас мы будем входить в госпрограмму на второй еще этап, и здесь важно, чтобы все понимали, где что будет. Вы правильно сказали о том, что нужно сделать первый этап, посмотреть, как пройдет зима, какой будет приток жителей, определиться. Вот только потом, когда уже все это... Ногласны? Поэтому раньше время не надо. Участники обсуждения считают, такие встречи очень нужны для достижения общего решения, ведь в конечном итоге масштабное строительство завершится, и трасса станет местом семейного отдыха не только жителей Ленинского городского округа, но и всего Подмосковья. Сегодня лесопарк, который мы взяли в аренду на 50 лет, он будет развиваться по всем направлениям. Это не спортивный стадион, это не лыжная база, это не олимпийский стадион, это парк. И там должны быть все элементы. Одни будут кататься на лыжах, другие на роллерах, третьи будут сидеть, читать книгу, четвертые будут, если надо, заниматься на спортивных тренажерах, дети будут на своих площадках. Это должно быть для всех. А жители готовят новые предложения по развитию Видновского лесопарка и мечтают, что уже этой зимой смогут с ветерком прокатиться на виражах новой трассы. Галина Житкова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова